ну что мы можем начинать наверное да можем начинать значит я открываю заседание сегодня у нас 10 заседание клуба можно сказать такой небольшой юбилей круглая дата тема нашей сегодняшней встречи это оценка организации некоммерческих организаций мы про это будем говорить вот и но прежде чем приступать к семинару я очень важную вещь хотел сказать что у нас хорошая новость потому что клуб наш клуб в котором вы принимаете участие все клуб был поддержан получил поддержку от проекта пятый элемент и ирина решта сейчас об этом расскажет чуть подробнее потому что и сам проект связан с оценкой если вы не знаете про это но вот сейчас узнаете и начнем мы с этого я передаю слово ирине добрый день слышно меня добрый день всем сегодня мы встретились не просто юбилейная встреча клуба да сегодня мы встречаемся в рамках проекта поддержка развития оценки развития оценочного мышления 5 элемент я координатор проекта проект реализуется ассоциации и на центр при поддержке фонда президентских грантов и партнерами проекта как раз являются основатели альянса про оценку это компания процесс консалтинг это фонд сибирский центр поддержки общественных инициатив это группа нкао гарант архангельский центр социальных технологий гарант я за полторы минуты расскажу кратко о проекте цель нашего проекта это усиление некоммерческих организаций за счет эффективного использования инструментов оценки мы будем говорить об оценке легко и по возможности не скучно и просто у нашего проекта четыре компонента это популяризация оценки и задача продвижения оценочного подхода из содействия становлению оценочного мышления и для этого компонента мы будем использовать легкие тексты циклы постов понятные новичкам будем публиковать интервью с оценщиками примеры приводить прибежимся по основным терминам оценки и что очень важно мы приведем 4 двухдневных школы оценки в гибридном формате то есть точно в четырех локациях и в онлайне параллельно а следующий компонент это профессионализация оценки здесь у нас будет ряд публикаций по более сложным темам в сфере оценки тоже цикл постов три вебинара для экспертов грантовых конкурсов между делом говорю что совсем скоро 15 и 22 марта в конце скажу как об этом узнать и будет приведено два двухдневных института оценки да там были школы а тут уже институт для опытных людей это будет полностью очно и тоже двух разных городах и заседание клуба про оценку относится к этим же компонентам профессионализация и популяризация а еще у нас есть мотивационный компонент он включает в себя демонстрацию успешных примеров применения оценки и поддержку и формирование вот сообщества практиков нас с вами и плюс последний компонент это методическая и технологическая поддержка и вместе с участниками проекта мы будем создавать оценочный инструментарий узнавать свежие новости по проекту и заодно выяснить почему про это такое странное название 5 элемент я чтобы четыре элемента назвала можно в группе в контакте а они в контакте а ватсапе можно в телеграме и можно по ссылке на страничке проекта и также на экране есть ссылочка с которой можно попасть на регистрацию семинара для экспертов гранту грантовых конкурсов повторю 15 и 22 марта но естественно что все это бесплатно все уложилось полторы минуты наверное спасибо володя звук выключен уважаемые коллеги какие то вопросы есть поэтому это только все начинается но вроде бы ирина все рассказала где можно получить ответ на вопросы и давайте двигаться дальше тема нашей сегодняшней встречи это оценка организации но мы сегодня пообсуждаем это у нас будет возможность все вместе обсуждается будет возможность может быть получить какие то новые сведения в общем мы приступаем я передаю слово алексей кузьмину он начинает сегодня доброе утро добрый день уважаемые коллеги мы подготовили небольшие такие информационные сообщения для того чтобы дискуссию нашу стартовать да и первая тема про которую мы хотели бы несколько слов сказать это собственно определить что мы понимаем по до оценке организации и значит мы предлагаем следующие рабочие определения что организация эта группа людей деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей ну понятно что не коммерческих организаций не коммерческих организациях общей цели не является извлечение прибыли очень важный момент связан с тем что существует на наука об организациях область знаний область практической деятельности по-английски называется организейшн девэлпмент и по-русски это переводится как организационное развитие и это именно такая сфера деятельности и область знаний которые ориентированы на изучение повышение потенциала организации для обеспечения их эффективности с точки зрения достижения той самой общей цели и жизнеспособности и мы хотели бы отметить уважаемые коллеги что вот несмотря на то что мы сегодня конечно же обсуждаем тему оценка организации вообще-то эта тема конечно в большей мере связано с вот этой сферой знаний организационным развитием и с этой сферой деятельности а не с оценкой программ и организационное развитие появилось как отрасль знаний и сфера практической деятельности раньше чем оценка программ и внутри этой сферы собственно стали зарождаться различные инструменты и методы и методы оценки организации и мы хотели бы еще отметить что есть огромное количество публикаций в данном случае мы несколько книг просто показываем которые появляются первыми если в поиск в поисковую строку вводишь организационное развитие и мы хотели бы отметить что это и в русском и в английском языке организационное развитие это не синоним развития организации хотя звучит очень похоже особенно для людей непосвященных просто общепринятый термин организационное развитие это формальное название области знания и отрасли профессиональной деятельности а когда мы говорим развитие организации мы говорим о том что происходит с организацией в процессе ее жизни становления развития и так далее поэтому мы Мы хотели бы отметить, что вот здесь разница есть, и давайте ее будем иметь в виду. Это просто такой рабочий момент. Соответственно, если говорить про оценку организации, то мы хотели предложить, основываясь на том, что существует, какие определения существуют в литературе, мы предлагаем такое определение, что оценка организации, мы будем понимать, что это сбор и анализ информации о состоянии организации в целом или ее отдельных подсистем, направленный на поиск возможностей совершенствования организации, либо на выявление проблем ее функционирования и способов их решения. Соответственно, главным ориентиром при этом является, конечно, способность организации достигать поставленных целей, и то, ради чего организация создается. И для некоммерческой организации приоритетными являются цели, связанные с решением именно социально значимых задач, а не с извлечением прибыли. Уважаемые коллеги, вопрос для общего обсуждения, пожалуйста, включайтесь. Мы будем это обсуждать в большой группе. Два вопроса. В каких ситуациях может возникнуть необходимость в оценке некоммерческой организации? И второй вопрос. Кому и зачем такая оценка может быть полезна? И у меня просьба такая. Приводите, пожалуйста, если будете высказываться, какие-то конкретные примеры ситуации. Это не теоретический разговор, а такой практически. Пожалуйста, кто готов? Давай, Володя, начну, поскольку я готов точно. За трапку давай. Да, да. Ну вот я хотел сказать коллеге, вот такая ситуация, например. Нам, нашей организации, есть ощущение, некоммерческая организация, что мы подошли к какому-то этапу в своем развитии, что нам надо как-то поговорить о нашей стратегии на будущее и тех шагах, которые нам нужно и можно предпринимать в ближайшие, допустим, несколько лет. И в этой ситуации в нашей команде, конечно, может быть полезна оценка нашей организации, такая комплексная, чтобы нам хорошо понять состояние организации на данный момент, какие-то слабости, сильные стороны и так далее, чтобы двигаться дальше. Спасибо. Может быть, кто-то еще все-таки. Лена. Ну, конечно, я поддержу Алексея, да, и нам понятно, что, например, для лучшей реализации, например, миссии, всегда требуется понять все-таки, какой у нас некоторый такой уровень, да, и что есть в организации, какие процессы, может быть, надо улучшать или это. Но, в принципе, можно привести пример, когда мы делали оценку так называемой по методике потенциала, значит, именно развития некоммерческих организаций, в Хабаровском крае и в Новосибирском области. Это был заказ, скажем так, донора для того, чтобы, соответственно, лучше сформулировать свою программу поддержки некоммерческих организаций, чтобы дать некоторый толчок для их развития, перехода на более такой уровень, в другой уровень. Лена, у меня здесь вопрос. Вот имелось в виду именно не оценка потребностей этих организаций, да, а именно оценка самих организаций, да? Да, оценка их самих организаций, и, соответственно, методика разрабатывалась именно под оценку именно организаций. И понятно, что здесь, ну, как бы, в основном, ну, так же, как вот и последние там исследования, которые там проводили вышка, и нужна помощь, все-таки я бы сказала, что здесь организация просто в ответе на определенные вопросы, она показывает, ну, как бы, сама больше оценивает свой уровень. А вот Ирина и Новику подключилась. Ирина, вы скажете, что-то. Я, к сожалению, не могу говорить. Иду по улице, у нас идет снег. Не знаю, уважаемые коллеги, у меня вот здесь, здесь не стоял, это маркер, когда вопрос задан, но я вот думаю, то, что там Алексей сейчас говорил, это какая-то ситуация такая внешняя, внутренняя, да? Вот мы чувствуем необходимость какой-то оценки своей организации. То, что Елена говорила, мне кажется, какая-то ситуация внешняя, да? Вот когда кто-то приходит к каким-то целям, я не знаю, может быть, так легче. Да, вот Елена подняла руку, я просто завершу мысль, что, получается, есть какие-то ситуации, когда есть внутренняя потребность в ответ на какие-то внешние изменения, а есть как бы ситуации вроде для НКУ, возможно, когда кто-то, да, проводит внешнюю оценку, предлагает в какой-то ситуации или требует. Лен, пожалуйста. Ну, да, здравствуйте всем. Я так сильно задумалась над этими вопросами. И, правда, тема широкая. Я думаю, что у меня все равно в голове как-то это все пересекается. Оценка потенциала и оценка организации. Не знаю, как это разделить, но вот я все время думаю о нашем проекте. Просто у нас сейчас на сопровождении есть несколько молодых организаций, да, мы очень много вот уделяем их развитию. И для нас это крайне актуально. Потому что, ну, такое количество инструментов и вопросов, касающихся и кому, и зачем, и когда нужна эта оценка. Но вот с данным сейчас при нашем обсуждении я почему-то подумала, я вспомнила вот эту концепцию, по-моему, Адизес, да, который вот разделяет организации, там, это вот младенчество, там, да, этапы. И мне кажется, вот это очень полезная история, понимать организации, на каком этапе своего развития они находятся, ну, в плане тоже вот понимания своей стратегии, что для них на данном этапе их развитие важно. И отсюда будут, там, наверное, какие-то цели и проектная деятельность выстраиваться, да, что им сейчас важнее, там, свою команду развивать, да, достигать каких-то, вот, ну, первых своих, там, успехов, да. Ну, вот, наверное, понятно, да, что вот, как бы, мне кажется, вот это было бы польза, потому что мы сейчас, ну, для любой организации еще у меня возникла такая ассоциация, ну, как с человеком, да, вот человек, который стремится к развитию, он постоянно обращается к каким-то специалистам или к каким-то действиям, да, чтобы понять, так, что сейчас со мной происходит, да, на каком этапе я нахожусь, что мне нужно, чтобы для того, чтобы там куда-то прийти, куда я хочу. И я, вот, у меня такое возникло вот совмещение, да, как вот жизнь человека, тот, кто стремится к развитию. И, понятно, не все люди задумываются о своем, там, анализе и оценке себя. Часть людей, которые к чему-то хотят прийти, каких-то изменений, они все время это делают по собственной инициативе. Мне кажется, и с организацией такое возможно. Вот, спасибо, что послушали. Я бы, Елену, можно подержу тоже? Я хотел сказать, что здесь вот в этой ситуации, смотрите, что получается, что оценка может быть полезна в том случае, если к нам кто-то обращается и говорят, вот вы опытнее, помогите нам, нашей организации, в развитии, да. И получается, что в этом случае оценка может быть полезна обеим сторонам. И нам, чтобы понять, как мы можем помочь, и можем ли. И им для того, чтобы понять, кого им надо привлечь. Что касается аналогии с человеком, мне кажется, тоже хорошая аналогия. И здесь ее можно продлить и сказать, что люди по-разному к этому вопросу подходят. Некоторые действительно прибегают к помощи каких-то внешних специалистов. Ну, кого-то приглашают, чтобы помочь разобраться, да. А некоторые сами с этим разбираются. К вопросу, что внешне может быть оценка, а может быть самооценение. Володь. Я хотел сказать, тоже откликнусь на выступление Лены. Получается, что оценка организации – это в каком-то смысле такой довольно естественный процесс. Лена такой тезис выдвинула, сравнивая с человеком, с развитием человека, что если человек думает о собственном развитии, то он не может не прибегать к оценке своего текущего состояния. И это какой-то сплав такой получается. С одной стороны, желание чего-то достичь, увидеть новые цели и понять, сможем ли мы их достичь или задачи. А с другой стороны, сама попытка решать задачи может вызывать необходимость обращения внутрь, да, и понимание того, в какой мере там это можно сделать, и как это сделать, и так далее, и так далее. Получается, что любая ситуация планирования может вызывать необходимость проведения в каком-то виде оценки организации. Может быть, я не прав. Уважаемые коллеги, есть ли еще кто хочет выступить? Володя, я хотел добавить здесь, что мне кажется, что вот если и про человека, и про организацию, не обязательно внешние причины могут быть импульсом для проведения оценки, вполне могут быть внутренние причины, вообще не связанные с тем, что вовне происходит. И для человека, и для организации. Мне кажется, это важный момент. Мы немножко не сказали, ну, с примерами так не очень прошло, да, у нас не так много, но вот еще вопрос, кому и зачем такая оценка может быть полезна, и в первую очередь. И если даже вот ситуация внешней и внутренней оценки, но все-таки оценка организации для кого? У меня здесь есть сомнения, что ситуации внешней оценки и оценки, которые инициированы извне, ну, ситуации, когда оценка возникает по каким-то внешним причинам, кто-то приходит и предлагает. Это, ну, не совсем статистически одинаковые величины. Мне кажется, что ситуация, что оценка может быть полезна в первую очередь тем людям, которые в организации работают. Вот я бы так сказал, в первую очередь. У Ирины микрофон, Ирина, Зоя. Уже нет микрофона. Хорошо. Давайте... Да, да. Нет, ну, конечно, мне кажется, что самая большая польза это самой организация, да, и понимание тому, что это. Может быть, это даже иногда не выглядит, как обязательно, ну, там, оценка, да, но некоторые мониторить постоянно, ну, там, каких-то определенных там вещей, которые есть в организации, он, в принципе, происходит, ну, бывает, конечно, более полезно, там, ну, посмотреть разные там процессы, разные какие-то другие вещи, которые там связаны просто с самой организацией, с ее работой, развития, как это происходит, да. То есть, ну, как бы более комплексно подойти, посмотреть, что вообще происходит в организации. Лен, ну, мне кажется, тут, может быть, еще и другая сторона очень заинтересована. В том примере, который ты привела, допустим, есть финансирующая сторона, да, и оценка организаций, которые являются потенциальными получателями средств от этой организации, это именно для финансирующей стороны интересно, а не для тех, кто будет получать средства. Тоже, мне кажется, это. Я вот хотела поддержать тоже эту идею про то, что это может быть очень интересно донору, и это сильно повышает и качество заявок, и чем лучше организация сама про себя все понимает, чем лучше она и презентует свою деятельность, более уверенно и больше шансов на получение финансирования. Спасибо, коллеги. Я, наверное, давайте… Я бы еще добавила. Да, пожалуйста, Ирина. Если мы говорим про самооценку, то в ситуации какого-то кризиса, когда нужно принять решение о том, что дальше делать, или менять направление, или с персоналом что-то делать, или… В общем, перед тем, как принимать решение о каких-то важных изменениях, нужно привести оценку и понять, что творится внутри. Ну, например, да. Лена, пожалуйста, рука поднята. Да, я тут еще… У меня пришла мысль такая, тоже невозможно не думать про те времена, которые с нами сейчас случаются, и я тоже как бы думаю, что сейчас все… Ну, многие, да, вот устойчивость и выживание – это в партнерствах с другими, потому что уже не будет хватать собственных ресурсов, чтобы выполнять тот объем и тот, как бы, глубину, да, услуг, и нужны будут партнеры. И я думаю, что вот такая оценка может быть полезной организации, чтобы увидеть, да, вот, ну, чем себя дополнить, кем, да, вот здесь вот партнеров. Да, вот такой у меня комментарий. Спасибо. Спасибо. Ну что, перейдем… Да, Сергей, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. А я вот такую мысль хочу сказать. Ну, есть же вот у нас в бизнесе понятие регулярный менеджмент, да, такая вот. Я думаю, что и оценка должна быть регулярная. Значит, я вот по своей организации сужу. Любая новая идея, идея, да, там какая-то, вот, возникает идея, она требует посмотреть, а мы-то сможем это сделать, да. Любой новый контакт, какой-то партнер появляется, какие-то возможности открываются. Даже член команды какой-то добавляется, уже переоценка идет, а что мы можем, да. Это же там оценка, стратегия меняется и все прочее. То есть, это такая, по-моему, постоянная работа. Может, часто она не формализирована, да. Хотя, может быть, вот если бы она была формализирована, было бы проще, да. По чекпунктам, по пунктам, там, стратегия, кадры, пробежался, уже там что-то изменил, быстро получил какое-то это колесо, это, да, там какое-то оно получается. Это такая вот, по-моему, постоянная должна быть работа. Да, и, Сергей, еще удобнее, если бы был какой-то пульт такой, в который все время постоянно загружалась информация, да, о деятельности организации, и каждое утро выдавало бы уровень, да, в каком сейчас находится. Ну, это, да, это же мечта всех руководителей, да, такой иметь на экране, чтобы вся картина была сразу. И ясность такая, ясность такая для того, чтобы было принимать решение, да. Хорошо, уважаемые коллеги, ну, давайте двинемся дальше, да, у нас следующая тема, по каким параметрам оценивают организации, на чем основывается выбор этих параметров. И я опять слово Алексею Кузьмину передаю. И мы опять заготовки тут какие-то для обсуждения хотели предложить, уважаемые коллеги. Но, конечно, вот, как сейчас Сергей говорил, такие параметры существуют, они появились в результате изучения того, как должны быть построены организации, как они работают. И есть разные подходы и довольно много моделей оценки. Мы приведем несколько примеров. Вот смотрите, самооценивание организационного потенциала в НКО. И тут ссылочка есть. И вот видите, по каким параметрам предлагают в данном случае авторы оценивать. Я, конечно, не буду зачитывать все. Посмотрите просто, какие есть параметры. Да, я напоминаю, что презентация будет разослана всем участникам. Конечно, да, как обычно. Вот это такая вот модель. Теперь вот есть, например, инструмент для оценки некоммерческих организаций. Тоже предлагается некой консалтинговой компанией. Здесь меньше пунктов, они более такие обобщенные. Хотя, в принципе, если положить рядом предыдущие, то можно найти какие-то общие моменты, конечно. Ну вот есть инструмент для самооценивания, тоже некоммерческих организаций. И вы видите, что здесь пунктов существенно больше. Отдельно здесь, например, выделяется участие сообщества по сравнению с предыдущим. Там было просто отношение с окружением, как-то упоминалось. Да, здесь вот именно участие сообщества. Ну, мы подумали, сейчас нам для разминки такие вот можно посмотреть несколько схем, а потом уж мы между собой поговорим. Ну и на будущее может вам пригодиться тоже как-то. Вот есть модель такая. Это довольно известная организация универсальная. И они предлагают вот четыре сферы для оценки организации. Как вы видите, результативность, организационный потенциал, внешнее окружение и мотивация организации, так они назвали. И в каждой сфере есть несколько таких точек, по которым, нескольких параметров, по которым предлагается проводить оценку. И, соответственно, отталкиваясь от этих моделей, где есть наборы параметров, по которым оценивают организации, есть методики оценки некоммерческих организаций. И об одной из них уже сегодня упоминалось. И это центр оценки общественных инициатив НИУВШ. И совместно с фондом «Нужна помощь» они провели исследование. Возможно, кто-то из присутствующих даже в нем участвовал. По их данным, в этом исследовании участвовали 377 НКО. И оценивался уровень организационного развития. И здесь они опирались на тоже некоторую модель, которая, как они сказали, основана на анализе более 40 методик, используемых за рубежом. И вот здесь как раз вот то самое колесо, о котором, вероятно, Сергей говорил. Один из вариантов этого колеса, где вы видите, есть шкалы по 12 шкал, по каждой шкале ты отвечаешь на определенный вопрос, значит, набираешь какое-то количество баллов для своей организации и получаешь профиль своей организации, на котором видно, что у тебя больше развито, что меньше развито. И там в этом исследовании, которое доступно вот по этой ссылочке, полный текст отчета, а на предыдущем слайде ссылка на короткую информацию об этом исследовании. Соответственно, можно посмотреть, как они это делали, какие результаты получились, и где в целом вот этих 400 почти некоммерческих организаций, где выше оценки, где ниже оценки и так далее. Само по себе, конечно, тоже исследование интересное. Вот это один из вариантов методики оценки. Но мы что хотели сказать, прежде чем перейдем к обсуждению, коллеги, что вообще по большому счету, конечно, наверное, можно так сказать, что бывает самооценивание, когда организация сама себя оценивает, бывает внешняя оценка. При этом самооценивание может проводиться по формальной модели, то есть это своего рода такой чек-лист, список контрольных вопросов, набор параметров, по которым мы сами себя оцениваем. А может самооценивание проводиться без использования формальной модели, в случае, если появляется просто вопрос, на который нам надо ответить. Пример такого вопроса. Вот мы стоим на пороге того, что нам надо начать, ну, мы хотим масштабировать свою деятельность, или мы хотим тиражировать определенную технологию в масштабах всей страны, предположим. Вопрос. Готовы мы к этому? В какой мере мы к этому готовы? Если не готовы, что нам нужно в своей организации достроить, улучшить и так далее? И в этом случае тогда, конечно, это самооценивание, но у нас нет формальной модели. Может быть, ее и можно найти, хотя я сомневаюсь, вряд ли. Но вопрос, на который нужно ответить, понятен, и мы должны каким-то образом совместно поискать ответы на этот вопрос в режиме самооценивания, наверное, работая в команде. Поэтому вот там зеркало нарисовано, что мы перед зеркалом как бы стоим. Может быть, внешняя оценка организации, причем она может проводиться по формальной модели. Пример такой внешней оценки вот Елена Малинская приводила. Я так понимаю, что мы еще услышим об этом и как методика выглядела. Узнаем подробнее сегодня. Это когда финансирующая организация принимает решение оценить потенциал некоммерческих организаций в определенном регионе, скажем. И тогда человек внешний или внешняя организация, специалисты делают такую оценку. И, конечно, может быть внешняя оценка с привлечением внешнего консультанта, который не опирается на формальную модель, а опять же отталкивается от вопросов, на которые нужно ответить. Ну, к примеру, мы столкнулись с проблемой, что у нас резко стало сокращаться количество обращений за нашими услугами, за помощью нашей организации. Хотя вроде бы целевая группа понятна, и у нас с ней контакт в общем есть. И мы хотим разобраться, с чем это связано, обращаемся для этого к внешнему консультанту. Таким образом, вот как минимум четыре варианта, можно говорить, есть. Можно говорить, что есть четыре варианта оценки организации. Сейчас, секунду, Леш. Да. Ты закончил, да? Да, Володь. Ага, тут вопрос просто у Ирины был. Ага. Держи давно. Да. Да, Ирин. У меня, коллеги, не вопрос, у меня комментарий. Я просто могу показать за одну минуточку, как выглядит формальная модель, которая используется и для самооценивания, но, в принципе, ее можно использовать и для внешней, как иллюстрацию. Замечательно. Хорошо, только, Ирина... Я остановлю демонстрацию. Леш, а у меня вопрос такой, тоже на понимание один. Может быть, кстати, у кого-то еще есть вопросы по поводу выступления Алексея. Ну, мой вопрос такой. А вот то исследование, о котором ты говорил, Центр изучения, да, ну, Вышкинского центра, а вот какой бы ты... Какого рода это оценка? Вот из той модели, которую ты привел в качестве иллюстрации? Самооценивание по формальной модели. Но там же вроде есть внешний агент. Нет, они... Это проводится исследование, но информация о том, какую оценку организация выставляет себе, они получают от самой организации. Это не они приходят в организацию, собирают они информацию и делают, выносят суждение. Организация сама себя оценивает. Они об этом отдельно прям пишут и говорят о том, что это является одним из ограничений, и именно это не позволяет экстраполировать результаты на все НКО, потому что они считают, что это будет некорректно. Ну, то есть Центр просто обрабатывал данные, совокупные данные, оценок, которые произвели сами некоммерческие организации. Да, они предложили методику самооценивания, организации этой методикой воспользовались и поделились с ними своими результатами. А они уже дальше это обобщили. Спасибо. Ирина, пожалуйста, покажите свое. Видно экран? Да, вполне. Самооценка потенциала видно, да? Ну да. Это очень простая модель, которую мы, конечно, работая под конкретных заказчиков, всегда адаптируем, дополняем, но в принципе формальная модель выглядит так. Есть некие вопросы. Я буду сейчас отвечать не очень задумываясь, то есть просто мы выбираем один из возможных вариантов, по сути мы на шкале и отмечаем, какова наша организация. Если было время, мы бы читали разумные эти, конечно, вопросы. Предположим. И после этого они сопоставляются с неким, ну скажем так, эталоном, и мы получаем, что разве это что-то, видно, да, на экране что изменилось, что-то более 50%, что-то менее 50%, ну вот такая, типа, гистограммочки получается, и видно, к чему стремиться. За 100% взят был некий образ идеальной организации, которую обрисовали эксперты из разных областей, и из НКО, и из бизнеса, и из властей. Вот и получается некая диаграмма. В принципе, когда есть формальная модель, конечно, это очень просто обрабатывать. Главное, чтобы модель была адекватная. Все. Спасибо. Уважаемые коллеги, прежде чем к следующему этапу обсуждения перейти. Есть ли вопросы по этому поводу? Ну, по сути дела, Алексей представил возможный путь, да, оценки, некоторые модели, которые можно использовать, и вот, ну, такую матрицу возможных вариантов применения, да, то есть, по сути дела, подходы какие-то. Есть ли какие-то вопросы? Можно я? Да, Лена. Все-таки вот именно, Алексей, как ты думаешь, какими способами можно было бы проводить внешнюю оценку, когда нужно ответить на какие-то, то есть, неформальные? Вот как нужно было бы собрать эту информацию или там еще что-нибудь такое? То есть, в тех случаях, Лен, когда есть какой-то конкретный вопрос, касающийся конкретной ситуации в данной организации, да, ты это имеешь в виду, да? Да, наверное, потому что, ну, когда, то есть, когда есть внешняя оценка, и она неформальна, да? Да, да. Ну, да, она не основана на какой-то формальной модели, я понял. Мне кажется, что, коллеги, здесь как раз вот это будет тема, которая связывает то, о чем мы сейчас говорим, со следующей темой обсуждения, а именно мы будем говорить, в чем сходство и отличие оценки организации, оценки программ. И, на мой взгляд, вот когда есть определенный вопрос с точки зрения оценки именно организации, то следующий шаг должен быть такой. Значит, вот, предположим, есть вопрос следующий. Готовы ли мы к тиражированию нашего опыта в масштабах всей страны? Вот такой вопрос. И мы понимаем, что формальной модели, которая бы позволила нам с уверенностью провести оценку, нет. Тогда, значит, перед нами стоит задача самим разработать схему оценивания для того, чтобы получить обоснованный ответ на этот вопрос. Стало быть, следующий вопрос, который мы должны себе задать, такой, что мы должны узнать для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну и так далее, двигаться по этапам. То есть, следующий этап, когда мы определим, что мы должны узнать для того, чтобы ответить на этот вопрос. Следующий вопрос будет, где мы можем узнать это, каким способом мы можем узнать и так далее. И здесь, на самом деле, очень похоже на дизайн оценки. То же самое, что мы делаем, когда у нас есть вопрос-задание на проведение оценки проекта, и мы планируем оценку определенным образом. Ну, мне кажется, Леша... Сейчас Лена может что-то скажет. Нет, я просто думала, что какой все-таки вопрос, когда внешний оценок. То есть тогда это должно, если бы, например, донор сказал, как не оценить организацию, сможет ли она тиражировать, например, проект на всю страну. Я про это хотел сказать, другая позиция. Не мы хотим, а кто-то хочет оценить. То же самое, конечно, так же точно будет. И нужно будет... Здесь очень важный шаг, ответ на вопрос, что нам надо узнать для того, чтобы ответить на этот вопрос. Очень важный шаг, потому что для того, чтобы этот шаг сделать, надо углубиться именно в ту тему, которая нас интересует. Тиражирование в данном случае. Конечно. И, возможно, тут придется и литературу посмотреть, возможно, со специалистами поговорить и так далее, прежде чем мы поймем, как на этот вопрос ответить. Тут вопрос, мне кажется, еще один. А возможно ли такая оценка, если та организация, которую мы оцениваем, сама не готова участвовать в этом? Ну... Палой, то есть ты спрашиваешь так, можно ли насильно оценить организацию? Да. Да. Я думаю, что если речь идет о предоставлении кредита, то можно. Ну, допустим, некоммерческая организация обращается в банк за получением кредита. И, ну, какие-то... Очевидно, конечно. Не можно, а нужно. В каких-то случаях обязательно. А какие-то вещи, конечно, без согласия с самой организацией узнать будет затруднительно. Хорошо. Спасибо. Если вопросов нет, мы переходим дальше. Мы хотели сейчас предложить вам поработать в малых группах. У нас примерно больше 30 человек. Мы разделимся, я, Павла, прошу на три группы нас поделить. А модераторами в этих группах, ну, буду я, Алексей Кузьмин и Ирину Решту. Можно я попрошу в одной из групп быть модератором? Мы случайным образом вас, коллеги, сейчас разделим. Минут на... Ну, наверное, 15 минут будет времени побольше. Да, на 15 минут. И вопрос один будет для всех. А каковы сходства и отличия оценки организации и оценки проектов и программ? Вот про это мы будем разговаривать сейчас. И я вас приглашаю к этому разговору и к обсуждению. Спасибо. Спасибо. Владимир, вас не слышно. Я просто вышел и хотел сказать, что мы в нашей группе не успели даже сказать, ну, такой вот пока и завершить. Просто на полусловие оборвалось. Интересное обсуждение было. Я постарался записать и сейчас скажу об этом, что там было. Все вернулись, да, уважаемые коллеги? Ну что, мы можем приступать, да? Ну, пожалуйста, я к Алексею и к Ирине обращаюсь. Кто из вас начнет, расскажет о результатах обсуждений? Удалось ли какую-то разницу найти? Удалось ли найти противоречия, сходства и различия? И в чем они? Алексей готов уже, я вижу. Пожалуйста. Хорошо. Значит, по отличиям, мы зафиксировали то, что объект оценки отличается очень сильно. В одном случае это организация, в другом случае это программа или проект. Еще одно очень существенное отличие, которое мы отметили, это ориентация на изменения. Дело в том, что когда оценка организации, вот она развивалась в недрах науки и практики организационного развития, ее не рассматривали отдельно, а рассматривали как часть процесса изменений. То есть проводится оценка организации, потом выявляются те зоны, которые нужно совершенствовать, развивать или проблемы, которые надо решать, потом планируются интервенции, воздействия, как мы будем решать, а потом по итогам мы смотрим, что у нас получилось. Поэтому при оценке организации, оценка организации встроена как бы в более такой продолжительный процесс, который приводит к изменениям в организации. Когда говорим об оценке программ, то там с точки зрения изменений это не совсем так, хотя все ратуют за оценку ориентированно на практическое использование, но не всегда происходят изменения, не всегда результаты используются, особенно если оценка внешне проводится. И мы знаем, что это вопрос отдельный, использование результатов оценки программ и проектов. Мы также отметили, что оценка проектов и программ, по идее, конечно, должна встраиваться в оценку организации, но другими словами, здесь даже не говорить о сходствах или отличиях, а взаимосвязи. Организация является контекстом для программ или проекта, и поэтому, конечно, очень важно, чтобы одно с другим было гармонизировано. У нас была тема, связанная с индикаторной оценкой, и мы сказали о том, что мы понимаем удобство, все понимаем удобство индикаторной оценки, но мы также понимаем ее ограничения, что она полной картины может не давать. И мы все согласились в нашей группе, что, скорее всего, индикаторной оценки все-таки будет недостаточно для оценки организации. Хотя, если используется формальная модель, то в итоге-то все сводится, по сути, к значениям показателей определенных, так как это было, скажем, в случае, описанном Ириной Рештой, или в случае исследований, которые проводила Высшая школа экономики, там есть определенные параметры и их значения численные. В любом случае, мы также согласились, что исключительно важным, и это сходство, является вопрос использования результатов оценки. То есть, когда мы ставим задачу на проведение оценки, мы должны обязательно очень хорошо для себя сформулировать, и в том, и в другом случае, как мы будем использовать результаты оценки. Кажется, все, коллеги, нужно что-то еще добавить. Хорошо, спасибо. Ирина, ваша группа. Слышно меня, да? Да. Ну, у нас получилось примерно поровну, что сходство, что различий. Из различий мы начали с того, что у проекта есть срок окончания, ограничения по времени организации, дай бог, нету. И миссия непонятно, выполнима или невыполнима, да, это шуток много на эту тему. В организации более глобальная цель и деятельность. Есть различия в целях оценки, естественно. Есть ограничения на ресурсы, если мы говорим про проекты, ограниченные по времени и по ресурсам с жестким бюджетом. Или же мы говорим про организацию, которая потенциально может выходить на совершенно другие уровни. Соответственно, и устойчивость разная, разные уровни устойчивости. Тут мы начали дискутировать про то, что матрешка получается организация, то, что Алексей тоже сказал, что из проектов состоит все равно. И проект выполняется в контексте организации. Сделали вывод, что, наверное, проще все-таки оценивать проект. У оценки у проекта разные потребители и разный уровень управленческих решений, принимаемых по итогам оценки. Если мы исходим из того, что оценка это всегда для принятия каких-то управленческих решений. Ну и, соответственно, разные измерения и разный горизонт. Например, если мы говорим про организацию, мы можем мыслить там на 10 лет вперед, на 5 лет вперед. Если мы говорим про проект, он ограничен по времени, но мы можем провести потом оценку влияния проекта, который плавно перейдет в диагностику ситуации до следующего, ну как бы там будут пересечения. То есть другой подход. По сходствам и то, и другое проекты и организации имеют команду, оценивают чаще доноры. Но, наверное, с сходством им проще. И организация и проект действуют в поле, где стейхолдеры и акторы, влияющие на деятельность и на результаты. И у того и другого есть отраслевая специфика, задающаяся все-таки некоторые рамки и подходы. И там, и там мы ограничены, ну не знаю, по времени, по ресурсам, по всему остальному. То есть все факторы идеально оценить невозможно. Но при этом есть общие инструменты. И еще, вот мы тут не додумали, и то, и другое проводится на разных этапах. Но оценка проекта на разных этапах цикла проекта, там промежуточная, в конце и так далее. Но если мы смотрим на организацию, тоже как нечто с жизненным циклом организации. Там тоже есть разные этапы. И мы тоже вылетели в общий зал на таком вопросе, а что же делать, если оценка проекта показывает, что проект как-то вот не очень, накладывает ли это отпечаток на организацию? Хотели подискутировать, время кончилось. Спасибо. А кто-то из группы дополнит что-то? Я по последнему вопросу дополню одну фразу буквально. Мне кажется, действительно очень важный, интересный вопрос, Ирин. И я думаю, что результаты оценки проекта или программы вполне могут привести к тому, что придется что-то совершенствовать в организации. Ну, например, мы с чем сталкивались, что в ходе оценки программы было выявлено, что несовершенный документ оборотов. И это требует изменения организационной системы, это не к программе относится. Спасибо. Спасибо. Я про свою группу расскажу. Не знаю, я настроился на то, чтобы искать какие-то сущностные различия, предлагать между оценкой проектов и программ. Но у нас получилось следующее. Я просто перечислю. Здесь есть повторы, может быть, они иначе сформулированы, но есть повторы. Но я скажу. Мы как-то взяли ситуацию оценки заявок, да, вот ситуация, когда оценивается заявка, а у экспертов, которые оценивают заявки, есть задача оценить и проект, и есть задача оценить и организацию. Вот. Такая модель, да, вот как бы, а в чем разница-то? Ну, знаете, вот даже на этом примере мы что сказали? Во-первых, есть сходство, конечно. Вот критерии, да, в данном случае помогают. Ну, в данном случае подход к оценке, да, экспертный, соответственно, у экспертов есть критерии определенные. Критерии есть и там, и там. Они разные, но есть и там, и там. Это вот первое сходство. Вот. Но с другой стороны, разные источники информации. И даже по способу мышления и по направленности, да, оценивая заявку, это как бы оценка, ну, замысла, там нужна экспертиза предметной деятельности и так далее, и так далее. Оценка организации в данном случае, она обращает нас к другим источникам. К открытым, например, да, там к сайту и так далее, и так далее, и так далее. Ну, тут есть пересечения, но, тем не менее, такие различия могут быть. Вот. Я бы отметил, мы это не называли, но я вот сейчас смотрю свои записи, эмоциональные отношения. Вот может быть разница эмоциональных отношений. Очень интересный проект у организации, такой привлекательный, который нравится там оценщику. Вот. А при этом отношение к самой организации может быть другим. И это такой разрыв определенный. Но вот ситуация оценки заявок, она как бы вот, ну, это сложность для того, чтобы принимать решение. Вот. Еще одна у нас гипотеза такая, что вот если говорить об организации некоммерческой, которая выполняет какой-то проект, то вообще степень мотивации и включенности в оценку проекта, она может быть вообще выше, ну, чем в оценку организации, особенно если кем-то проводится извне, да, вот, ну, там, источник оценки, он вовне. Вот. И в этом смысле для меня тоже есть разница, что проект – это дело открытое чаще всего, да, ну, это открытое для некоммерческой организации. Оценка деятельности организации – это процесс более закрытый. Ну, вот он какой-то более интимный, я бы такое слово говорил. И в этом тоже есть разница. С другой стороны, мы говорили о том, что для оценки организации можно активно использовать открытые источники в зависимости от задач. Например, там, финансовое положение организации, да, там, отчеты публичные, все вот эти вот юридически обоснованные, ну, вещи, которые организация должна делать. И в этом смысле здесь для решения каких-то вопросов, подчеркиваю, не всех, возможностей больше и, может быть, несколько проще даже делать. Ну, вот, например, факт составления рейтингов некоммерческих организаций, да, которые иногда проводятся вообще только по внешним источникам оценки, такое тоже возможно. И еще у нас одна вещь была, что насчет применения, насчет вот применения, то, что Алексей говорил, я бы только присоединился, что есть ощущение, что оценка организаций, она, ну, обязательным образом требует производства каких-то действий, планирования чего-то в организации, результаты оценки. То есть, ну, если уж начали, то обязательно применять. Оценка проектов далеко не всегда, как Алексей сказал, да, вот ее результат как-то применяется. Ну, познакомились, да, вот, да, выводы такие-то и пошли дальше, не подразумевая такого директивного требования о том, чтобы что-то менять. Да, и в итоге мы закончили тем, что все равно очень сильное переплетение и выделить какую-то вот особенность и различие очень непросто в оценке проектов программы. Пожалуй, все. Дальше, да, Володя? Да, я передаю слово Алексею Кузьмину. Давайте двинемся дальше. Попробуем все-таки что-то с этим делать, потому что, честно говоря, у меня ощущение, нет такого структурированного, в чем же сходство и в чем различие. И есть ощущение, что очень переплетающийся процесс такие, очень переплетающиеся действия. Ну, вот, может быть, здесь появится как раз, когда мы станем обсуждать компетенции, то есть вопрос, нужны ли особые компетенции для проведения оценки организации. Мы это предполагали обсудить все вместе, и я единственное хотел, о чем сказать, хотел бы напомнить, что у нас существует, в последнее время много над этим работали, вот в 2000-е годы, с 2010-го, особенно разные организации, в том числе, например, у нас есть перечень компетенций специалистов по оценке, который был предложен группой оценки ООН в 2016 году. И вы видите здесь, что они выделяют пять сфер компетенций. Профессиональная основа оценки, технические навыки, навыки управления, межличностные навыки и продвижение культуры оценки. И вот основой для всего этого в ООН являются цели устойчивого развития, гендерное равенство и социальная справедливость. Можно было бы взять другие перечни компетенций специалистов по оценке, и мы бы нашли какие-то пересечения. Общие места там, безусловно, есть. Но интересный момент, он связан с тем, что действительно, если мы считаем, что это все очень похоже для оценки организации, все-таки нужны особые компетенции или не обязательно? Как вы думаете, уважаемые коллеги, это вопрос? Ну, конечно же, нужны. Для того, чтобы оценивать, нужно быть экспертом. Экспертом в чем? Ну, какую-то экспертность иметь в чем-то хотя бы. Для того, чтобы оценивать, нужно понимать, что оцениваем, понимать, какие критерии, куда движемся, для чего оцениваем. Вот Сергей Руков. Сергей, пожалуйста, да. Коллеги, я думаю, что тут, знаете, какое отличие эксперта по оценке программы и организации? Когда организацию оцениваешь, ну, должны быть компетенции стратегического планировщика. То есть, хотя бы знать, какие там стратегии вообще есть, какая применяется, долгосрочные имеются в виду. Вот в краткосрочном проекте таких компетенций, ну, если они нужны, то не основные. Хорошо. Лена. Лена Касик, пожалуйста. Да, я хочу свое мнение сказать, да, как мне кажется, это из своего опыта. Мы тоже проводили такую небольшую оценку наших партнеров, и я поняла, что для того, чтобы оценивать организацию, ну, люди, хотя бы один человек в команде должен вот быть специалистом по организационному вот этому развитию, да, вот понимать вот в этом управление организации, да, в планировании, там, в командном вот этом вот образовании. Ну, то есть вот эти знания, они нужны, вот какие-то вот такие вот, которые, ну, помогут, да, в оценивании команды. Я вот себя почувствовала, нехватку этих знаний, и быстро прошла онлайн-обучение. Ну, то есть получается, что если мы говорим о компетенциях специалиста по оценке программ, то и об экспертизе его, то должен быть компетентен в том, что такое организация, да, из чего она состоит, как строится, развивается, да, и так далее, и так далее. Да, Алексей, пожалуйста. Я как раз вот это же самое хотел поддержать, и то, что и Сергей говорил, и Елена. Мне кажется, я чуть с другой стороны просто обосновать хотел, что когда ты оцениваешь что-то, все-таки ты должен разбираться в том, что представляет собой объект оценки. И если ты оцениваешь программу или проект, ты должен понимать, что это такое, как оно работает, как оно устроено, какие там важные есть характеристики. И то же самое с организацией. Если ты подступаешься к оценке организации, надо понимать, как все это работает и живет. И я бы сказал так, что совсем не обязательно человек, который хорошо умеет оценивать проект или программы, будет хорош в оценке организации. И, кстати, наоборот. Но здесь еще одна есть вещь, для меня в чем-то даже парадоксальна. Если вы попытаетесь найти перечень компетенций специалиста по оценке организации, то вы его не найдете. Его не существует. Есть перечень компетенций специалиста по развитию? Это есть. А вот по оценке организации такого перечня нет. И, опять же, в силу того, о чем мы говорили раньше, что оценка организации – это часть большего. Поэтому отдельно не пишут компетенции для такого специалиста. Спасибо. Не, ну сейчас подожди. Леш, подожди, пожалуйста. Да я не ухожу. Если расширять, мы сейчас говорим все-таки об оценке некоммерческих организаций, но если расширять и говорить вообще об оценке организаций, неужели в бизнесе… Ну я не имею в виду, например, там оценку стоимости, да, тут оценка стоимости, это понятно, но вот оценка организации, неужели перечня такого нет? То есть они этого не делают, что ли? Сейчас ты о чем говоришь? Я говорю только о том, что отсутствует перечень компетенций, которая называется компетенция специалиста по оценке организации. Такого перечня не существует. Компетенции специалиста по оргразвитию, компетенции консультанта по управлению, конечно, существует много и так далее. И я думаю, что это вот как раз признак того, что оценка организаций, там нет такой тенденции выделения в отдельную отрасль знаний, отдельную профессию. Это внутри других отраслей. А внутри каких? Оргразвития, например. Менеджмент, как Сергей говорил. Коллеги, добрый день. Если вы хотите, я буду без камеры, нет возможности включить. Да, это не может быть. У меня есть несколько мыслей по поводу вышесказанного. Мне, например, кажется, что по поводу последнего комментария, почему нет специалиста по оценке организаций. Мне кажется, потому что оценка организаций – это очень комплексное мероприятие, и оно требует очень разного рода специалистов. Например, если говорить про бизнес, то ключевое, что оценивают – это, собственно, финансы. Поэтому часть этой оценки – это специалист, который умеет оценивать финансовую устойчивость, но в данном случае не коммерческой организации. Потом, ну, тут корпоративные оценки сложно сравнивать с НКОшными, потому что там еще есть то, что касается некой корпоративной культуры, неких социальных программ. Там, ну, в общем, это не то, что приравнивается как бы к деятельности НКО, потому что НКО, по сути, и занимается программами. Но можно оценить, ну, как бы самая базовая актуальность предложенных услуг и, главное, качество их выполнения. В каком-то смысле финансовые показатели могут являться косвенным признаком того, насколько необходима деятельность НКО и насколько она успешно развивается. Мы вот в группе обсуждали, что, в общем-то, сложно оценить по публичным данным, открытым какую-то деятельность конкретного проекта, потому что все пишут, в общем-то, самое лучшее. Но мне кажется, что косвенно по тому, насколько организация устойчивая и развивается ли она, ну, масштабируется возможность деятельности или нет, можно оценить как раз-таки успешность проектов тоже. Вот, потому что, ну, как бы, если проекты, ну, хорошо, чтобы они не заканчивались, но если вдруг что-то закрывается, то, видимо, что-то пошло не так, тогда это вопрос снова к организации. Что там не так в команде, почему не сумели что-то выполнить? Или наоборот, если появилось еще больше проектов или проект охватывает, ну, я не знаю, вышел он из города на регион, то, как бы, значит, все хорошо. Вот мне кажется, что в этом, возможно, есть некая разница. Все-таки мы тут согласились с тем, что особой разницы в оценке нет, но мне кажется, что как раз в этом она, может быть, и заключается. Фундаментально, на мой взгляд, различие именно в финансах, что вот если организацию можно оценить по финансам, и это, наверное, главное, вот насколько устойчивая она, насколько актуальна и предлагает решение задач, и насколько востребована вот эта ее деятельность, то вот проект, в общем, неважно, насколько он влияет непосредственно на устойчивость, в момент оценки проекта. Тут важнее вот актуальность, запрос, и насколько в конечном итоге эффективно был проведен проект. Ну, как бы в момент оценки программы, конечно, это сложно оценить. Спасибо за возможность высказаться. Да, Екатерина, я вот тоже хотел откликнуться с другой стороны, вот про финансовую часть, да, ну, для коммерческой организации, понятно, извлечение прибыли, да, основной, поэтому, наверное, финансы – это очень такая, ну, ключевая составляющая. Но если мы говорим про НКО, и если мы говорим про то, что их задачи все-таки первичные – это решение, ну, там, социальных задач в той области, в которой они деятельностью, и тут для меня вот все становится сложнее гораздо насчет финансов, потому что, ну, например, есть там разный уровень социальных проблем, да, есть разные отношения доноров к этому и так далее, и так далее. В общем, ну, тут много вопросов, хотя финансовое положение, наверное, такая же важная вещь для НКО, как и для бизнеса, да, но вопрос тут индикатором чего является, например, там, устойчивость финансового положения, да. В общем, тут есть о чем, ну, просуждать. Да. Пожалуйста, коллеги, еще ваше соображение. Мы так вообще про компетенции говорим, а, я вижу, что у Алексея рука и у Сергея. Давайте Сергей, может, сначала, а потом Алексей. Ну, я про финансы скажу, затронуло меня, значит, финансовые показатели, но на самом деле это же такая сфера огромнейшая, да, что нельзя вот взять и по финансам что-то судить. Ну, я, помните, в Москву слезам не верят, да, это император, который капустой восхищался. Не для всех, вот от стратегии организации зависит там те или иные показатели, значимость тех или иных показателей. Например, для какой-то, вот, ну, я по себе, для меня показатель там валовой выручки это не показатель там успешности, понимаете. И, ну, прибыль мы не говорим, да, показатель устойчивости, вот это одно, да. А, например, для меня уровень издержек показатель. Ну, здесь же это опять от стратегии организации зависит. Именно вот, то есть, сначала стратегия, а потом показатель. Я вот это, про финансы просто хотел сказать. Да, спасибо. Давайте так, в таком порядке, Алексей, потом Юля Богданова, а потом Ирина Рештой. Я просто смотрю, как поступают заявки. Давайте сначала Юля и Ирина, а потом я. А, ну, Юля, хорошо, тогда Юля. Юля просто у нее, да, она написала в чате. Пожалуйста, Юля. Ну, я на самом деле тоже на деньги так дернулась, вот. Меня вообще, конечно, интересует вот этот верхний уровень, на самом деле, стиль управления, да. Потому что это вообще интересно. То есть проекты, они же могут выполнять только, ну, некое, скажем так, содержательное воздействие. А все остальные процессы будут докатиться, ну, офисом организации, да. И в том числе очень важно, как это стыкуется, потому что люди могут, ну, прекрасно что-то делать именно в рамках своей матчасти и не уметь делать ничего. И вот эта, как бы, сопрягаемость процессов, да, вот этих звеньев перехода, этих цепей, то есть с точки зрения организации, это бесконечно, ну, интересно, важно, потому что самих стратегий может быть, ну, некоторое количество, да, вообще может быть открытый список. И как раз, как организация умеет этим управлять. И мне кажется, вот это вообще невероятно важно, потому что, конечно, ну, это то, что связано с капитетом, с потенциалом, вот. И именно, ну, с точки зрения организации, то есть насколько организация, например, знает про свои сильные стороны, ну, вот про эту гибкость, да, и достраивание проекта той инфраструктурой, ну, которая им необходима. Хорошо, спасибо, важный комментарий такой по поводу, вот, все-таки сопоставления, да, оценки проектов, да, и результатов использования и так далее. Ирина, пожалуйста. Нет, я хотела просто Юле дать слово как раз. А, я видел, видел, все нормально. Ну, Леша, тогда тебе. И у нас остается 4 минуты вообще по графику. Я очень быстро, я хотел сказать, что соглашусь, Екатерина же выступала, да, я соглашусь, что, наверное, можно так сказать, что, когда мы произносим оценку программы или оценку проекта, то образ, ну, у тех, кто в теме, более-менее одно и то же возникает. А когда мы говорим о оценке организации, там очень-очень разное может возникать. И действительно такая сфера, которая предполагает очень разноплановые подходы к оценке. Ну, я также хотел сказать, что, вот, наверное, мы можем, если обратиться вот к компетенциям вернуться, да, вот ситуация, когда мы, например, принимаем решение, мы оцениваем организацию или мы оцениваем проект или программу, какими компетенциями должен обладать специалист, который эту оценку проводит. Ну, для определенности, скажем, внешний специалист. И я думаю, что вполне могут быть ситуации, более того, мы с ними сталкивались не раз, когда, вот, при проведении оценки программы, например, мы понимаем, что в команде, вот как Елена Касик говорила, в команде должен быть эксперт по определенному вопросу. Ну, например, нам нужен юрист, нам нужен доктор, мы оцениваем программу в сфере здравоохранения, или нам нужен человек, который эксперт в организационном развитии. Зависит от того, какой вопрос стоит и требует ли ответ на этот вопрос экспертиза в определенной области, в данном случае экспертиза в области оргразвития. Так что, я думаю, что такое, конечно, может быть и зависит от того, как стоит задача. Спасибо. Да, Лена, пожалуйста. Ну, я просто хотела сказать, что вот почему мне была, ну, как бы сейчас интересная эта тема, потому что мне кажется, что вот как-то в некоммерческом секторе с программами и с проектами, ну, как бы, довольно все сейчас уже неплохо пошло, в том числе с оценкой. А вот то, что нам нужно возвращаться действительно к стратегиям, управлению некоммерческих организаций и действительно к развитию, в том числе этих некоммерческих организаций. Поэтому сейчас и появляется такое количество и исследований, и вот этого интереса создания вот таких, ну, как бы, моделей, да, там, формальных моделей, по которым хотя бы можно было бы частично вернуться к этой теме, ну, как бы развития ваших организаций. И вот то, что там действительно говорила Юля, именно сопряжение с вашими стратегиями, понимание того, каких ресурсов, может, не хватает и там еще такое что-то. Потому что в последнее время, конечно, я говорю, все бросились, условно говоря, не развивать свои организации, ну, вернее, не думать про это и не думать про стратегическое планирование или что. А главное выполнить проект, главное выполнить проект. И это вот сейчас, конечно, ну, как-то недостаточно, поэтому, может быть, и донорское сообщество, и исследовательское сообщество предпринимает, и вот мы там, ну, как бы, принимаем массу субсилий для того, чтобы помочь создать такие инструменты, хотя бы для самооценивания организации. Ну, вот я еще, то, что мы говорим в группах, что мне важно, кажется, и вот то, что как раз подчеркнули мы, когда вышка взяла вот это, очень часто, когда отвечают по формальной модели, очень часто бывает несовпадение по поводу того, что как на это отвечает руководитель и как на это отвечают сотрудники. Поэтому иногда, может быть, было бы просто полезно для развития организации, ну, или для понимания садиться и вместе отвечать, а есть ли у нас миссия, да, а как мы представляем это видение, да, а какие у нас там те же самые финансовые процедуры, или там еще какие-то такие вещи. Вот это, мне кажется, очень важно еще. Уважаемые коллеги, наша встреча, да, заседание клуба подходит к концу. Есть ли у кого-то кто-то, может быть, что-то вот прям вот не может не добавить в завершение? Можно я сейчас скажу два слова? Да, Юля, пожалуйста, а потом Алексей. Да, мне просто кажется, вообще крайне важно, чтобы еще был такой тип, как рефлексирующая оценка, чтобы, условно, все параметры, потом они все-таки, ну, обсуждались и сводились к двум. Ну, вот, чтобы что, да, и можно ли иначе, то есть, мне кажется, вообще вот этот вот, ну, градус смысла, вот, и умение про это говорить, то есть, вот это, ну, как бы обратное проектирование, проектирование, оно должно тоже использоваться так же, как и вот проектирование. Мне кажется, это очень важно. Спасибо. Да, Алексей. Последнее слово. Следующая встреча 14 апреля, если что. Да, ну, как всегда, темы еще нет, да. Второй четверг апреля, это 14. В 11 утра по Москве. 14 апреля, надеюсь, мы увидимся, приглашаем. И я напоминаю, что, ну, сейчас в силу затруднений работы на Фейсбуке в группе, хотя мы пытаемся как-то там постить, но все-таки Телеграм, группа в Телеграме, которая называется «Проектирование оценок в социальной сфере», так же, как группа в Фейсбуке, да, она есть и она работает. И мы, ну, сейчас пока получается так, это основной канал, ну, плюс рассылка есть, да, те, кто уже вступил в клуб, да, участвовал в заседаниях, мы продолжаем этот рассыл поделать, поэтому будем как-то, ну, вы помните, что если будут возникать вопросы, пишите, но 14 число можете себе помедить, обязательно заседание. На e-mail, конечно, можно писать, он в презентации будет, презентацию все получат. Да, презентацию будет, презентацию все получат. Еще раз спасибо фонду «Гарант», Павлу военского команде технической, которая организовала, и всем, ну, как бы, побольше все-таки добрых новостей в будущем. Нам удалось успеть в последний момент продлить рассылочный сервер, поэтому рассылки отправлять можно. Хорошо, спасибо, Марин, всей команде твои спасибо большое. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok